На дорогах введены ограничительные меры. На въезде из Красноармейска дежурят инспекторы ДПС. Они работают бесплатно. Волонтерское движение продолжает оказывать помощь пожилым и многодетным. А как же традиции? 19 апреля православные христиане встретили Пасху. А теперь об этом и многом другом более подробно. Вы смотрите новости Красноармейска. С вами Владимир Комаров. Здравствуйте. На въезде в Красноармейск развернули посты ДПС. Для автомобилистов ввели ограничительные меры из-за коронавируса. Въезд и выезд из Красноармейска теперь только по пропускам. Подробности в нашем сюжете. С 15 апреля введены ограничения на перемещение наличного автомобиля. Чтобы выехать из города, каждый водитель должен заранее получить QR-код на сайте госуслуги и предъявить его сотруднику ГИБДД. Если у водителя есть специальный пропуск, его проверяют и разрешают двигаться дальше. Такие ограничительные меры объясняют необходимостью соблюдать режим самоизоляции. Я понимаю, что достаточно сложный период. Все мы устали уже две с половиной недели находиться дома. Но в данном случае режим повышенной готовности – это необходимая мера. И введение ограничений, которые введены по постановлению губернатора – это тоже вынужденная мера. К ней тоже нужно отнестись с пониманием. Процесс проверки выглядит так. Инспектор ГАИ с помощью установленной на планшете программы сканирует электронный QR-код пропуска гражданина. Моментально открывающаяся ссылка демонстрирует разрешение на проезд. Зеленая плашка – значит пропуск легитимен, можно проезжать. Красная плашка говорит о том, что проезд невозможен. Наличие специальных пропусков требуется и для пассажиров общественного транспорта. Для пешеходов – в ближайший магазин, аптеку, вынос мусора и прогулки с собакой в пределах 100 метров от дома пропуск пока не нужен. После недавнего сюжета в эфире телеканала очень многие жители Красноармейска пожелали стать волонтерами, чтобы помогать пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Как сейчас обстоят дела у волонтерского движения, смотрите далее. В первые дни, когда волонтерское движение только начинало работу, была острая нехватка людей. Всего 10 волонтеров на город. Они с трудом успевали объехать все адреса. После выхода сюжета в эфире и публикации объявления в социальных сетях, горожане откликнулись на призыв о помощи. Многие желающие присоединились к волонтерскому движению. Сейчас это уже более 40 человек. День в день все заявки отрабатываются. Волонтеры доставляют продуктовые наборы пожилым и многодетным. Выполняют заявки на покупку продуктов и лекарств. Выгуливают собак и выносят мусор. Трудятся практически без выходных. Начинаем в час дня, а там как получится. Иногда 3 часа, 4, может быть чуть поменьше. В зависимости от адресов. То есть в зависимости от того, какая работа запланирована на день. Вы каждый день работаете, получается? Да, каждый день, кроме воскресенья. Но в воскресенье такие редкие случаи. Например, если очень нужны лекарства, то мы, конечно, пойдем. То есть если продукты могут подождать, то по воскресеньям мы не ходим. Желающих помочь было так много, что набор волонтеров был временно приостановлен. Но если вы хотите заняться благотворительностью, обращайтесь в волонтерское движение, и вас несут в резерв. Если вы находитесь на самоизоляции, и вам необходима поддержка, обращайтесь за помощью в отдел социальной защиты. Если у вас есть какая-то необходимость, пожалуйста, обращайтесь. Мы вам поможем. Только единственное, просим учитывать, что волонтеры у нас, люди, которые за эту зарплату не получают. Это чисто добровольная работа в помощи. И когда вы к нам обращаетесь, все-таки, если у вас вдруг есть дети, есть родственники, вы тоже как бы пользуетесь, обращайтесь к ним. У нас в городе существует доставка продуктов по домам. И по ручке у нас, по-моему, этим занимается, насколько я помню. Там, в принципе, продукты можно заказать. То есть, обращайтесь именно по необходимости. В отделе социальной защиты Красноармейской работает горячая линия. Пожилые люди могут обратиться за помощью к волонтерам по номеру, который сейчас вы видите на экране. Сложная эпидемиологическая ситуация заставила внести коррективы в работы коммунальной сферы. Сотрудники МБУ «Городское хозяйство» продолжают работу с соблюдением санитарных норм. За уборкой городских улиц наблюдала наша съемочная группа. В Красноармейске продолжается весеннее благоустройство города. Руководители МБУ «Городское хозяйство» в связи с эпидемиологической ситуацией обязали сотрудников соблюдать санитарные требования во время работы. В масках, в перчатках. Те люди, которые старше 65 лет, у нас на карантине, то есть на работу не выходят. Все меры безопасности, но у нас все действует. Коронавирусная инфекция не должна привести к тому, чтобы Красноармейск пришел в запустение. После зимы город необходимо привести в порядок, поэтому коммунальные службы работают в штатном режиме. Чистят дороги и тротуары, моют остановки, убирают мусор. Жители Красноармейска могут поддержать своих земляков голосованием. Конкурс художественного чтения «Голоса войны» проходит в онлайн-формате. Как поддержать наших ребят, смотрите далее. Региональный поэтический конкурс «Голоса войны» вошел в финальную фазу. В середину февраля каждая школа Московской области заявила об участии. Среди них и школьники Красноармейска. Дети записали видеоролики, в которых читают стихи. Сейчас жюри конкурса отбирает лучших. Дополнительно идет общенародное голосование на приз зрительских симпатий. Из нашего города пять участников. Дети в возрасте со второго по шестой класс. Один участник читает стихотворение собственного сочинения. «Война – это страшно. Война – это больно. Давайте жить в мире. Все, люди, довольны. Довольны страдать нам. Довольны лить слезы. Довольны терять нам родных и березы. Когда на смерть идут, поют. А перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою. Час ожидания атаки. Только что пришла с передовой. Мокрая, замерзшая и злая. А в землянке нету никого. И, конечно, печка затухает. Сорок первый год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах Выводили утром на расстрел. Та война отгремела много весен назад. Преклонивши колено, плачет старый солдат. Сокрубевши рукою, кладет темный гранит, Где под серой плитой в батальонах лежит. Каждый житель Красноармейска может поддержать наших ребят, Отдав свой голос. Все видеоролики выложены на YouTube-канале «Голоса войны». Общественное голосование будет проводиться до 9 мая, После чего конкурсная комиссия подведет итоги. Пасха в Красноармейске, как и по всей России, В этом году была необычная. Все храмы города вели службы за закрытыми дверями. Верующих призвали соблюдать самоизоляцию И молиться дома о выздоровлении всех больных в мире. Подробности у Екатерины Мелкозёровой. Православные христиане отметили Пасху и празднуют Светлую Седмицу. Традиционное ночное богослужение в ночь на воскресенье Христова В храме Александра Невского прошло без прихожан. Праздничную службу совершил настоятель Артемий Балакирев. Праздничную службу совершил настоятельно. Праздничную службу совершил настоятельно. Праздничная служба. 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 Там слава и жала, поверьте Бог. Настоятель Артемий Балакирев поздравил верующих с Пасхой и призвал прихожан со смирением относиться к трудностям, которые сейчас все переживают. Дорогие друзья, дорогие Господи, братья и сестры, поздравляю вас искренне с долгожданным праздником Воскресения Христова. Вот уже две тысячи лет православные христиане отмечают этот праздник с замиранием сердца. И мы с вами в этом году не исключение, не зирая на те трудности, которые нас сейчас окружают. Прежде всего, я хотел бы поздравить вас с тем, что Христос Воскрес, а значит победил смерть. К сожалению, смерть, которая физическая, она еще действует в нашей жизни, и куда без этого. Но Господь победил прежде всего смерть души, смерть духовную. И таким образом даровал нам своим подвигам, своим вот этим событиям, даровал нам подлинное, настоящее и ничем не заменимое состояние человека, которого он обожил. То есть он плоть человеческую воскресил, и таким образом дал нам возможность быть сопричастником Божественной Благодати. Я очень надеюсь, что все те трудности, все те испытания, которые мы сейчас проходим, только закалят нас. Прежде всего, Господь говорил своим ученикам о том, что так узнают люди, так узнает мир, что вы мои ученики, если будет любовь между вами. Так давайте с вами в эти дни не будем накалять обстановку в семье, будем помогать друг другу, будем вместе молиться, будем проявлять любовь, внимание и прежде всего, конечно, все прощения. Уберем все зависть, уберем все трудности, которые между нами происходят, и постараемся в эти святые дни пройти Святую Пасху, пройти Святую Седмицу, Святую Неделю с достойным замиранием сердца состоянием. Я еще раз искренне вас поздравляю. Дай Бог вам всем крепости, помощи Божьей и благословения Господня да пребывает с вами. Христос воскресе, дорогие! Воистину воскресе! Спасибо Господь вас! Жители Красноармейска, православный христиан поздравил с Пасхой и глава города Кирилл Тимошков. Он выразил надежду, что горожане встречают этот праздник в кругу семьи. Дорогие жители Красноармейска, поздравляю вас с праздником, с светлым воскресением Господним. Пасха испокон веков является семейным праздником. В этот день желаю вашим семьям благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра и процветания. Берегите себя и своих родных. С Пасхой, дорогие друзья! А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, заходите на сайт tv-красно.ру и вы всегда будете в курсе городской жизни.